Шалом алейхим! Благословенная казахстанская церковь, мир вам! Я приветствую вас с горы Кармель, где когда-то бродил и гулял пророк Илья. И это вот под нашей внизу находится его та пещера, в которой он прятался и жил. Чуть дальше там находится город Ако, один из старых городов. Ну, во-первых, я приветствую вас на обитованной земле и прошу молиться за Израиль. Я не все буду говорить сейчас, потому что я, скорее всего, пришлю вам все направления этих молитв. Но прошу, конечно, молиться за... особенно в это время, и не просто молиться, а принять какие-то действия. Я Исаак Абаев. Когда-то родился в 93-м году в церкви Агапы, и там же я возрастал в служении. Там же я получил откровение о служении еврейскому народу, где пастор Кириллов и старейшины благословили меня на выход. Я начал движение в Алматы и в Казахстане. Сегодня я нахожусь на обитованной земле по обитованию Божьему. Как он сказал, что соберу с севера, с юга, с востока, с запада. И соберу остаток Израиля. И сегодня молитва о том, чтобы церковь не особенно обратила внимание на молитвы по отношению к Израилю. Не только в молитвах, но и в действиях, чтобы помочь еврейскому народу возвращаться на обитованную землю. И не только еврейскому народу, но и самих служителей и пасторов, которые находятся и в Казахстане, и молиться за тех, которые находятся вне Казахстана. Господь, чтобы Господь скорее собрал, как написано, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези Его. И это обращение к церкви сегодня, что церковь не только должна молиться, но и двигаться в этом. Вот. И хочу рассказать вам о том видении, которое у меня было буквально недавно. Я видел землю, которая была покрыта темной тучей. И над этой тучей был необычный свет. И спускался вниз лимузин огненно-белого цвета. И рядом с этим лимузином огненные мотоциклисты, их тьма тьмущая сопровождали этот лимузин. И я прекрасно понимал, что там сидит Иисус. И Он спускается, Он приближается. И Его приход недалеко. Мы не знаем, сколько это будет лет. И может быть, уже рядом, может быть, и 100, и 200 лет. Один Господь знает. Ну, по крайней мере, чем ближе Его приход, тем тьма сгущается. И потом я увидел, что туча настолько покрыла землю. И мне пришло понимание о том, о чем говорил Иисус, что последние времена будут тяжкими. И что даже среди верующих охладеет любовь. И претерпевший до конца спасется. И я молю, чтобы мы сегодня были в единстве Духа, Души и в единстве движения Духом Святым, чтобы исполнить волю на этой земле и приготовить для Него путь. И прошу, чтобы Церковь участвовала в этом. Во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами и нами. Мир вам. Мы любим вас. Шалум.